В командно-штабных учениях были задействованы сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, аварийно-спасательных служб Щелковского района. Перед началом учения зрители, лица, ответственные за обеспечение безопасности на предприятиях и учреждениях нашего муниципалитета, смогли ознакомиться с техникой и оборудованием, которые используются при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Раз в год мы должны проводить мероприятие, на которое вы все приглашены. На этом мероприятии участвуют все должные лица, которые необходимы при организации взаимодействия и выполнении организационных мероприятий по локализации, обовещению и, соответственно, эвакуации всех, кто попал в зону форс-мажора. Здесь аварийные службы наших профильных служб, в том числе и служб ЖКХ, отрабатывают все необходимые вопросы, чтобы показать вам, как все это осуществляется. Первое вводное учение – получена информация о заложенном взрывном устройстве в здании гипермаркета. Проводится экстренная эвакуация персонала и покупателей через запасные выходы. Второе вводное – сотрудник охраны гипермаркета обнаруживает возле главного входа бесхозный предмет. На место прибывает инспектор-кинолог со служебной собакой, обученный на поиск взрывчатых веществ. Сотрудники полиции накрывают найденный предмет локализатором взрыва, который позволяет уменьшить разрушительные последствия в случае срабатывания взрывного устройства. Персонал гипермаркета размещается на безопасном расстоянии от здания. Аварийно-спасательная служба проводит эвакуацию автомобилей, которые мешают проезду специальной техники. Следующая вводная – в результате срабатывания взрывного устройства в здании гипермаркета возник пожар. На место прибывает расчет 37-го отряда противопожарной службы для тушения возгорания. Пожарные прокладывают рукава внутрь здания. Становится известно, что в помещениях магазина осталось два человека – сотрудники гипермаркета. Один из них выходит на крышу. Его эвакуируют с помощью специального альпинистского снаряжения. Спасатели создают веревочный мост, по которому спускается пострадавший. Одновременно сотрудники МЧС тушат огонь при помощи насосной установки, смонтированной на автомобиль. Другого работника магазина эвакуируют при помощи автогидроподъемника. Такая практика возможна при наличии подъездных путей и места для развертывания спецтехники. Затем для ликвидации последствий взрыва прибывают силы и средства второго эшелона. Это аварийные бригады электро- и теплосети, водоканалы, газовые службы. Подобные учения должны стать хорошим примером для всех руководителей муниципальных предприятий нашего района. И главная задача в деле обеспечения безопасности – это проводить регулярные тренировки. Для нас работа в области безопасности стоит в приоритете. И все вводные инструктажи мы проводим еженедельно на каждом собрании. Мы доводим до сотрудников, до персонала, объясняем им необходимые действия, которые в случае возникновения чрезвычайных ситуаций от них требуется сделать. Глава района остался доволен результатами учений. Мы увидели, что выучка и профессионализм контингента, который работает здесь на этом торговом церкви, достаточно высокий. Все документы есть, организация выверена, доклады поступали, эвакуация проводилась абсолютно нормативно. Ну и все наши службы, которые должны были работать здесь по ситуации, связанной с угрозой террористического применения, по ситуации со взрывом, отработали достаточно успешно. Сергей Дадыко, Валерий Жеглей, телерадио компания «Щелково».